Коллеги, всех приветствую! Меня зовут Атаманова Юлия. И сегодня мы с вами поговорим о том, что как купить земельный участок на аукционе у государства. Итак, что нам для этого с вами будет необходимо? Первое, что нам с вами необходимо, это сайт торги.gov.ru. Это сайт торги.gov.ru. Вот, если вы его набираете в поисковике торги.gov.ru, он у вас будет самый первый написан на официальный сайт. Переходите на этот официальный сайт. И здесь у нас очень-очень много вкладок выплывает, и разбираться с ними вообще нет никакого смысла. То есть, смотрите, вам нужна будет вкладка «Аренда и продажа земельных участков на заключение договора аренды о комплексном развитии территории». Вот, видите, четвертая получается вкладка. Кликайте по ней, у вас немножко меняется интерфейс. Нажимаете в процессе подачи заявок. Далее, что вы здесь можете еще увидеть? Что, да, то есть вам необходимо будет выбрать регион. Вы выбираете местоположение участка, то есть в каком регионе вы находитесь. Допустим, вы находитесь в регионе Томска область. Нажимаете Томска область, нажимаете «Выбрать» и нажимаете «Поиск». Дальше у нас есть тип извещения. Извещение о проведении торгов. Извещение о приеме заявления о намерении участвовать в аукционе. Нам необходимо извещение о проведении торгов. Далее у нас есть с вами два способа, что мы можем сделать с земельным участком. То есть мы можем его либо купить, либо взять в аренду. Для этого нам необходимо выбрать вид договора, нажать на книжечку. И выбрать либо аренду, либо договор купли-продажи. То есть можете выбрать. И дальше вы можете уже смотреть то, что вам необходимо. Выбрать себе земельный участок. Если мы с вами возьмем какие-либо расчеты, то есть как нам будет выгоднее, например, купить этот земельный участок, или взять его в аренду, то давайте я прямо сейчас открою вам, и мы с вами вместе посчитаем. То есть абсолютно возьмем документ любой, да? И, например, аренда или покупка. То есть что нам с вами будет выгоднее, купить земельный участок в аренду, или сделать покупку. На текущий момент не хочет в Word, Google Диск у нас открываться, но давайте, в принципе, с вами так поговорим, то есть что нам будет выгоднее. Купить земельный участок в аренду, или же все-таки купить его. Если мы с вами будем покупать земельный участок, то в этом случае нам обойдется либо в рыночную стоимость, либо в кадастровую стоимость. То есть в земельном кодексе у нас указано, что это на выбор организатор торгов. То есть, да, организатор торгов может и так на свое усмотрение сделать, и так. То есть либо оценку рыночной стоимости, либо кадастровая стоимость. Кадастровую стоимость мы с вами земельный участок можем посмотреть в публичной кадастровой карте. Если мы с вами говорим про аренду земельного участка, то это первичный платеж, ежегодный платеж, 1,5% от кадастровой стоимости, и выкупная цена его будет составлять 3% от кадастровой стоимости. По истечении 3 лет, то есть как только мы на 3 года взяли земельный участок в аренду, мы имеем право его выкупить, то есть платили 1,5%, 1,5%, 1,5% в год от кадастровой, и далее за 3% от кадастровой мы его выкупим. То есть получается, что взять земельный участок в аренду получается намного выгоднее, чем приобрести его. Если мы будем брать земельный участок в аренду с последующим выкупом, то в этом случае у нас будет больше, чем на 90% в кадастровой стоимости цена ниже. Поэтому берите лайфхак, пожалуйста, заходите на сайт торги.гоф.ру, ищите себе земельные участки и покупайте их. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал.